Приветствую вас, я прочитал ответы на ваши вопросы и, вы знаете, есть что-то общее у них у всех, у этих ответов. Дело в том, что давайте попробуем представить себе, вот как вы жили, как вы себя ощущали. Когда мы родились непосредственно с мужем, это была не свобода. То есть ключевое значение, ключевое слово, ключевое определение тому, что вы чувствовали тогда, это была не свобода. Да, мужчина вас тиранил, мужчина не давал вам там нормально жить, плюс еще рабы ей постоянно давили и так далее. Это все понятно. Но это не свобода. Вы были вынуждены все делать. Бороться. Бороться за свою жизнь, за свой выбор, за свою самостоятельность и так далее. Борьба. Сама борьба, это и есть то, что сейчас сделало вас, ну, такой вот, одновидно, беспомощный. То есть раньше цель была, а сейчас цели нет. Раньше у вас был четкий ориентир в том, что нужно сделать, что нужно делать, да, куда стремиться, куда идти, чего хотите. Вы хотели бы освободиться, да, освободиться от мужчины и так далее. А когда это сделали, новых целей вы себе не поставили. И вот тонкость-то все в том, что нужно учиться пользоваться вам своей свободой. Тонкость вся в том, что пользоваться свободой в действительности не так легко, не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот у вас есть какие-то, ну, определенные цели, да, или были определенные цели, не важно. И эти цели, они были для вас, ну, когда-то актуальны, эти цели. А потом их актуальность, она несколько проходит. Потому что меняются приоритеты. У вас приоритеты также сменились сейчас. И то, что было актуально для вас раньше, теперь уже не является актуальным. И нужно организовывать в себе новые цели. Нужно организовывать в себе новые задачи, новые какие-то моменты. Я надеюсь, что вы это достаточно хорошо понимаете. То есть, смотрите, какая получается интересная ситуация. Вам нужно отходить от привычных моделей, привычных моделей поведения. От привычных моделей цели образования. И вот только тогда можно говорить о том, что у вас что-то получится. Только тогда можно говорить о том, что вы сможете как-то изменить свою позицию. Вот вы говорите, а сейчас у вас нет, значит, денег на психолога. Ну хорошо, денег на психолог у вас нет. Допустим, это, ну, в принципе, вполне себе такое житейское дело, да. Вот, то есть, ну, понятно, да, что это нормально, когда не бывает достаточно денег для чего-либо. Но, посмотрите, какая вещь. Ведь, почему у вас сейчас проблемы с денежными средствами? Конечно, на 100% утверждать что-то мне бы не хотелось. Мне бы не хотелось, знаете ли, ошибиться и сказать то, чего нет. Или то, что не очень соответствует действительности. Но, поскольку вы задали нам вопрос и вы спрашиваете о том, как выйти из этого состояния, которое вам не нравится, то я рискну предположить. Так вот, предположение мое заключается в том, что вы, по сути дела, не привыкли, ну, скажем так, вы не привыкли зарабатывать. Вы не привыкли, а, может быть, обеспечивать сами себя. Простите, пожалуйста, еще раз повторю, если это, ну, как-то действительно вас задевает. Я могу предположить, что это неприятно. Я могу предположить, что вам не очень приятно слышать подобные вещи. Но, тем не менее, важно, чтобы вы этот момент обязательно уяснили. Если вы раньше что-то делать не привыкли сами, то сейчас в этом появилась необходимость. Сейчас в этом появилась, ну, как бы, по сути, потребность. И вот ключевой момент как раз таки в том, чтобы то, что вы не привыкли делать раньше, начать делать сейчас. Итак, подумайте, просто подумайте, что вы не делали раньше, что делали за вас. И вот именно это, именно это и нужно начать вам делать. Пожалуй, это ключевой момент. Потому что в действительности человек познает свободу, познает жизнь без, ну, знаете, без давления, без агрессии, без тирании. Человек познает эту жизнь не всегда только в позитивном ключе, к сожалению. Очень часто бывает так, что человек оказывается не готов к тому, что ему приходится делать. И в этом случае, в этой ситуации можно и нужно говорить о том, что вам необходимо подумать, как вы вели себя, допустим, со своим мужем, как вы вели себя вообще тогда в тот момент. И если вы вели себя как-то неправильно, а судя по всему, вы вели себя именно так, то это поведение нужно менять. Как вы могли себя вести? Как вы могли себя вести? Вести вы себя могли только, ну, определенным образом, а именно как жертва. И жертва, почему становится возможным поведением жертва? Потому что человек в чем-то не уверен, человек чего-то боится, чего-то опасается. Это было еще до того, как вы развились. Ведь вы же терпели это отношение, терпели тиранию мужа, терпели тиранию его мамы, терпели невозможность и незелание вашего мужа защищать вас от мамы, например. И вот надо спросить себя, для чего вы терпели? Чего вы боялись? Чего вы опасались? Чего вы не хотели, чтобы произошло с вами? Вот, ответьте на эти вопросы, попробуйте на них ответить сами. И тогда раскроются те моменты, которые вам нужно прорабатывать. А именно, если у вас есть какие-то моменты, связанные со страхом, с какой-то слабостью, с неуверенностью в себе, то вот эти моменты нужно усиливать. С этими моментами нужно работать, и эти моменты необходимо купировать. Если вы чего-то боитесь, например, то почему вы боитесь? Если вы чего-то не можете, чем-то недостаточно сильны, то опять-таки, почему так происходит? И так далее, и так далее, и так далее. И вот то поведение, то ваше восприятие, которое было актуально для вашего накождения и существования в браке, сейчас уже не актуально. А то, что вы испытываете, называется тревожностью. Потому что, что есть тревожность? Тревожность, это когда человек остается тем же в изменившихся условиях. Вы остались в той же, а условия поменялись, и из-за этого возникли проблемы. Собственно говоря, на это все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!